Продолжение следует... Более миллиарда тонн накопленных в отвалах общей площадью 32 тысячи гектаров. Урень использования отходов энергетического производства в настоящее время не превышает 15%. Впервые широко стали использовать золошлаковые отходы тепловых электростанций в Эстонии. За год прибалтийская и эстонская ГРЭС сжигают до 24 миллионов тонн сланца, дешевого местного топлива с зольностью до 50%. Более 4 миллионов тонн летучей сланцевой золы ежегодно отгружают для нужд народного хозяйства. Шлак и зола самых крупных фракций с помощью системы гидрозолоудаления складируются на золоотвалах. Для использования этих отходов принято решение о строительстве погрузочного узла производительностью 5 миллионов тонн в год. Для отгрузки летучей золы различных фракций на прибалтийской и эстонской ГРЭС созданы золопогрузочные комплексы. Прямая загрузка осуществляется непосредственно из бункеров под золоулавливающими устройствами. Если невозможно производить загрузку таким способом, золу из бункеров забирают аэрожалобаны и пневмовинтовые насосы перекачивают ее по напорным золопроводам на склад. Отсюда она загружается в золовозы. Для снабжения системы пневмотранспорта воздухом построена мощная компрессорная станция. Зола крупных фракций, уловленные в циклонах, успешно используются в качестве дешевого местного вяжущего материала для производства автоклавных бетонов. Нарвский комбинат стройматериалов производит мелкие блоки из сланца зольного газобетона. Исходный материал – зола, песок и алюминиевая пудра. Приготовленный массив, выдержанный в течение трех часов при температуре 90 градусов, разрезается на блоки и подается в автоклав, где происходит твердение. На комбинате изготавливают также армированные строительные элементы для полносборных жилых зданий. Мелкие стеновые камни, легко поддающиеся обработке, широко используются в сельскохозяйственном и садово-дачном строительстве. Прибалтийский завод железобетонных изделий и конструкций использует электрофильтровую залу мелких фракций для частичной замены цемента в бетонных смесях. Такая технология экономит дорогостоящий цемент, улучшает качество изделий, поставляемых на стройки энергетики. В Таллинском политехническом институте разработана прогрессивная технология производства сланцезольного портландцемента из мельчайших фракций залы. Эти работы ведутся в течение многих лет под руководством профессора Кикаса. Специальные высокопрочные портландцементы, выпускаемые заводом Пунан и Кунда, содержат от 20 до 40% залы. На основе сланцезольных портландцементов в последние годы в Эстонии были изготовлены почти все высокомарочные обычные или предварительно напряженные конструкции для ответственных сооружений. Использование в этих сооружениях сланцезольного портландцемента было продиктовано его малой водопотребностью, высокой активностью, интенсивным нарастанием прочности, особенно в процессе пропаривания. При этом было сэкономлено 15 миллионов рублей. Сланцевые зола широко применяются в приготовлении зологрунтовых смесей для устройства оснований дорог. Это позволило отказаться от дорогостоящего цемента и снизить расход гравия при строительстве дорог в Прибалтике, Белоруссии, Тюменской области. Сланцевая зола является ценным известковым удобрением и успешно применяется более 20 лет для раскисления почв. Методика использования золы в сельском хозяйстве Эстонии разработана в Тартусской сельскохозяйственной академии. При правильной дозировке с помощью сланцевой золы удается повысить урожайность различных культур на 25%. Такая высокая эффективность сланцевой золы в короткий срок расширила географию ее применения от Калининградской области до Пермской. На производственном объединении Эстонфосфорид сланцевая зола используется как нейтрализующая добавка в приготовлении гранулированного суперфосфата. Опыт эстонских энергетиков может быть использован при разработке безотходной технологии сжигания твердого топлива на электростанциях в различных регионах страны. Широкое применение золошлаковых отходов в народном хозяйстве позволит экономить сотни миллионов рублей в год и рациональнее использовать природные ресурсы. Широкое применение Широкое применение Широкое применение Широкое применение Широкое применение Широкое применение